Вы характеризовали с самого начала кабалу как науку. Даже не просто как науку, а как сверхнауку, науку, которая является источником всех других наук. Это, конечно, для нас было очень интересно и важно услышать. Мы знаем, что критериями обычных наук являются такие параметры, как объективность, беспристрастность, чёткость и строгость формулировок, использование математического аппарата, экспериментальность. Очень важно, чтобы можно было в науке эти все проверить. Хотя в настоящее время надо признать, что очень многие из этих критериев реально не соблюдаются в действительности. Так вот, самый первый вопрос. Какие критерии позволяют нам говорить о кабале как о сверхнауке? Проблема с кабалой в том, что она не может быть доступна любому человеку, который просто отзанимался пару лет в университете, и он уже учёный, допустим. Ну, начинающий, конечно. Потому что в кабале необходимо дожидаться внутренних изменений, когда ты начинаешь воспринимать мир в соответствии с совершенно новыми своими собственными личными свойствами, которые в тебе проявляются под воздействием вашей, ну, я бы сказал, тренировки, что ли. И тогда ты начинаешь ощущать его в развернутом виде. То есть поднимаясь над своими прошлыми свойствами и наблюдая свои прошлые, да и настоящие в том числе ощущения со стороны. И вот эта вот реальность новая, которая позволяет тебе быть исследователем самого себя, то есть когда ты с более высокой ступени постижения ощущаешь свою одновременно настоящую ступень, животную, только мы её так называем, потому что она зависит полностью, воспринимается полностью нашим животным организмом, животным телом. Вот каббалистом называется человек, который выходит на уровень постижения новых своих свойств и через них воспринимает мироздание, которое, естественно, кажется ему уже совершенно иным. причём и наблюдает своё прошлое состояние. То есть то, что он воспринимает через пять органов чувств животных, своих телесных, и то, что он воспринимает в новых пяти органах чувств, называемых духовных. Ну, это так называется условно. Поэтому нам трудно говорить о достоверности, повторяемости, истинности этого восприятия, потому что оно, в общем-то, является уделом лишь тех, кто дошёл до этих изменений в себе. Но те, кто прошли эти изменения, они ощущают, постигают идентичные, в общем-то, совершенно равные, подобные ощущения. Они начинают разрабатывать свой, собственно, новый аппарат записей, воспроизведения, реакции. То есть, в общем, у них получается совершенно такая же наука, как наука нашего мира, только она находится на другом уровне, на более высшем, можно сказать, ну, просто другом. Вот. И там существуют, тогда у них совершенно такие же понятины, ну, всё, как и в нашем мире. Единственная проблема это только в том, чтобы подняться на этот уровень, породить в себе пять новых органов чувств, чтобы через них начать воспринимать, в принципе, наш мир только в более широком виде. Продолжение следует... Продолжение следует...